Летающие мотоциклы, поехавшие военачальники и женщина, злее моей бывшей. Фуриоса Джорджа Миллера, предшественник известной «Безумный Макс. Дорога ярости» 2015 года. Невероятно, что это тот же режиссер, что и «Делай ноги». В ролике мы погрузимся в историю Фуриосы, ее путешествия и связи с вселенной «Безумного Макса». Просто круто. Расскажу о камео Макса и тизере после титров на 1-2 секунды и предположение о следующем фильме «Безумный Макс». Так что хватай бутылочку грудного молока и садись на мое боевое сиденье будет нелегко. Фуриоса происходит через 45 лет после крушения цивилизации. Мир превратился в постапокалиптический ад, и что удивительно, мы в Австралии. Мы увидим зеленое место, о котором много говорили в «Дороге ярости». Эта плодородная земля заселена племенем Фуриосы в уволине многих матерей. Остатки которого видны в «Дороге ярости», включая взрослую Валькирию. Вы, возможно, помните ту девочку, которой Фуриоса протянула фрукт. Они встретятся позже на «Дороге ярости», где Валькирия погибнет. Миллер хотел, чтобы ее персонаж выжил, но актрису пришлось улететь, поэтому персонаж был убит. Персонаж, не актриса. «Грин Плейс» находится в центре Австралии, иронично, так как сегодня это пустыня. Фильм разделен на пять глав, показывающих путь Фуриосы от девушки до водителя боевой машины Мортона Джо. Первая глава «Полюс недоступности» – географический термин, описывающий самую дальнюю точку. В данном случае – «Грин Плейс». Видим Фуриосу, хватая фрукт. Миллер использует черно-белый цвет, подчеркивая его, и только когда Фуриоса берет фрукт, идет-меняется. Это пробуждает образы Евы и запретного плода. Так же, как мир Евы рухнул, когда она вкусила от древа добра и зла, так же произойдет и с Фуриосой. Она натыкается на группу рота-рейдеров, но попадает в плен. С помощью свистка она может предупредить племя Увелине, чтобы они пришли к ней на помощь. Среди них ее мать – Мария Джавасса. Вы можете заметить ветряные мельницы на заднем плане. Здесь также множество панелей солнечной энергии, что говорит о том, что у них есть электричество. Мы никогда не узнаем, является ли это биологической матерью Фуриосы, поскольку племя буквально называется «много матерей» и функционирует как коммуна, где каждый принимает участие в воспитании ребенка. Но мне нравится думать, что это ее настоящая мать. Фуриосу доставляют в лагерь военачальника Дементуса. Этот парень совсем потерялся, его движет только собственная жадность и жажда власти. Видя девушку без дефектов на рождение и здоровье, он верит, что она может привести их в зеленое место – мифическую страну изобилия. Он дарит ей медвежонка, бывший у его детей. Медвежонок – единственный остаток из оригинальной версии истории – звено между Дементусом и Фуриосой. Прошлое Дементуса затеряно в тайне, но все отнято у Дементуса и Фуриосы. Для выживания в пустоши Дементус к жестокости прибегнул. Даже Хемсворту подбрали линзы, чтобы Дементус казался обдолбанным. Одни линзы имеют большой зрачок. Я стал выглядеть как обдолбанный, их одев. Мэри – сила при спасении Фуриосы, охоте за отморозками и надевании шлема жертвы для проникновения в лагерь Дементуса. В песчаной буре Мэри спасает дочь. Мотоцикл Мэри бессилен перед Дементусом. В трогательной сцене она дает обещание Фуриосе найти дорогу домой, чего бы ни стоило и сколько бы ни заняло. В конечном итоге она жертвует собой, чтобы задержать людей Дементуса и дать Фуриосе время на побег. Но Фуриоса совершает трагическую ошибку. Она возвращается к матери и вынуждена смотреть, как ее убивает Дементус. Несмотря на это, Фуриоса смело и не разглашает местоположение Зеленого Места. Во власти Дементуса, в главе второй, под названием «Уроки пустоши», показано, как молодую Фуриосу держат в плену. Она украдет тату-машину от исторического человека, чтобы нарисовать звезды, ведущие ее домой. Здесь мы видим, как Дементус приказывает своим людям совершить линчевание пленников на глазах у Фуриосы. Еще забавно видеть здесь белый плащ Дементуса, который по ходу фильма становится черно-красным. У него также есть эта крутая колесница из трех мотоциклов, вдохновленная древнеримскими завоевателями. Но ситуация меняется для Дементуса, когда он узнает о местоположении Цитадели. Это место куда приятнее тошноты, где он остановился, поэтому он собирает команду и решает захватить его, не зная, насколько преданны боевые мальчики Мортона Джоу... Да, всеми любимый белый... ...вернулся вместе со своими двумя сыновьями и пожирателем людей. Глава Гастауна после Фьюриосы. Старший сын Скротус, главный злодей в Безумном Максе 2015 года. Дементус не понимает преданности боевых мальчиков, ведь они минируют машины для победы Мортона Джо. Если Дементус хочет овладеть пустыней, пусть ищет новый план. Он решает хитростью захватить Гастаун. Три крепости пустоши — это взаимосвязанная сеть поставок необходимых продуктов для пустоши. Цитадель обеспечивает едой, боеприпасами от фермы пули и газом Гастауна. Каждая крепость зависит от других для поддержания порядка. Так, регулярные перевозки боевыми фурами обеспечивают доставку припасов из одной крепости в другую. Если Дементус не может захватить Цитадель, он испытает удачу в Гастауне. Есть одна проблема — проход через его защищенные ворота. Дементус захватывает боевую машину Мортона Джо, заменяя ее солдат на фальшивых военных под своим командованием. Они хотят обмануть Гастаун, думая, что установка под атакой, тем самым позволяя возвратиться в город, не понимая, что это троянский конь. Но чтобы продать иллюзию, Дементус убивает многих своих солдат на установке, доказывая, что установка под атакой. Это важно, потому что мы увидим, как это раздражает командиров, которые в конце концов бунтуют против него. Но план работает, и люди Дементуса убивают стражников и открывают ворота для других, чтобы взять контроль над городом. Но одна крепость не может устоять без помощи других. Таким образом, Дементус договаривается с Мортоном Джо о том, как будет управлен Гастаун. В обмен на поставку еды и воды Дементус обеспечивает газом, но Джо хочет больше. Юная Фуриоса должна стать одной из его невест. Дементус соглашается. Органический механик тоже участвует, рассказывают о его прибытии в Цитадель. В качестве невесты Фуриоса недолго, спасаясь от Риктуса Эректуса. Этого мужчину увидим в Дороге Ярости много раз. Фуриоса будет среди беднейших Цитадели, где и станет взрослой. Она вырастет, притворяясь немым мальчиком, доказывая себя как механик. Впервые она видит притарианца Джека. Притарианец Джек — интересный персонаж. Он подобен предшественнику Фуриосы, лучшему водителю Мортона Джо, и он может быть единственной возможностью для Фуриоса избежать этого ада. Моя любимая сцена, третья глава, «Скрытый пассажир», где Фуриоса прячется под гигантской буровой установкой Джека в Гастаун. Во время этого путешествия один из командиров Дементуса, Октобосс, выходит из-под контроля. Вы можете увидеть, как этот гигантский осьминог — летательный аппарат. Он и его люди пытаются захватить буровую установку. Это заканчивается тем, что Фуриоса использует абордажный пистолет, чтобы выстрелить в летательный аппарат Октобосса. Прибыв в Гастаун, Джек и Фуриоса обнаруживают, что дела плохи. Дементус плохо управляет, и его недостаток контроля над людьми вызывает хаос. Он требует встречи вождей, чтобы договориться о новой сделке, в надежде подавить восстание. И Дементус не дает им бензина, что Джо не принимает слишком любезно. По пути назад в Цитадель, Фуриоса видит возможность для побега и пытается украсть буровую установку у Джека. Это ужасно неудачно, и она оказывается выброшенной в палящий жар пустыни. Не вернувшись, он дает ей возможность, возможность вернуться домой. Взамен на то, что она становится его правой рукой, он потратит все силы, чтобы вернуть ее домой. Если вы преодолеете все, чему мы научим вас вместе, у тебя будет все, что тебе надо для попадания в нужное тебе место. С течением времени Фуриоса и Джек развивают глубокие отношения до того, как они делают решение отправиться в зеленое место вместе. Но когда их посылают на внезапную миссию на ферму по производству пуль, они уже видят, что она захвачена Дементусом, и попадают в засаду. Безумная боевая сцена с Фуриосой и Джеком, бежавшими от десятков людей Дементуса, а затем они гонятся Дементусом на сумасшедшем грузовике-монстре 6-футовик. Здесь мы узнаем, как Фуриоса потеряла руку. В ходе погони она становится изувеченной от столкновения с одной из этих гигантских шин грузовика-монстра. Фуриоса, попавшая в руки Дементуса, вынуждена смотреть, как Джек медленно волокут к смерти. Мы, Нунца, понимаем его конец смерти, это подразумевается. В пыли и хаосе Фуриоса отрезает остаток своей израненной руки, сбегает от заточения, выводит из строя монстр-трак Дементуса и угоняет мотоцикл, чтобы добраться до дома. Едва живая Фуриоса возвращается в Цитадель, потеряв руку и единственного любимого мужчину. Этот кадр, где она потеряла все, повторяет кадр из Дороги Ярости. Персонажи на наименьшем пике историй Фуриоса отрубает с картой Путь домой. Она абсолютно обрубает надежду выполнить материнное обещание вернуться домой. Тут мы также видим короткое камео самого безумного Макса. Он смотрит вдали на Цитадель, практически как в начале Дороги Ярости. Конечно, платить тому Харди не хотели, поэтому лицо его не видим, используется дублер. Поймете, что это Макс, по куртке и автомобилю, рядом. Фуриоса вернулась в Цитадель и предупреждает бессмертного Джо, что Дементус взял пулевую ферму. Это инициировало так называемую сорокадневную войну в пустошах. Именно в это время Фуриоса обрезает волосы и создает свою гидравлическую руку, превращаясь в Фуриосу, которую мы знаем сегодня. Отсюда и начинается одиночная миссия Фуриосы – выследить и убить Дементуса. Она догоняет его, а Дементус пытается замести следы, создав приманку. Это не срабатывает, потому что, когда он просыпается на следующий день, обнаруживает, что у него нет воды, нет патронов, а мотоцикл не работает. Фуриоса отобрала у него все, как и у нее когда-то отобрали все. Сначала он не узнает ее. В последний раз, когда он видел ее, он отдал ее бессмертному Джо. Она кричит, мечтая, чтобы он вернул любимых ей людей, но это невозможно. Дементус находит в этом иронию, так же, как и он. Ее движет ненависть, а не надежда. Разве она реально отличается от него? Мне нравится думать, что если Фуриоса – фильм о ненависти, то «Дорога ярости» – фильм о надежде. Смерть Дементуса окутана тайной. Заставка указывает, что его могли убить, но наш всезнающий герой утверждает, что Фуриоса наказала Дементуса судьбой страшнее смерти. Она привела его обратно в цитадель, приковав к склону горы. Посев семя от матери, она внедрила его в Дементуса, со временем создавая из него гибрид создания и дерева. Образ живого истощенного заключенного в виде человека-дерева предстает перед нами. Но до финала фильма мы видим, как Фуриоса контактирует с женами бессмертного Джо и вывозит их из цитадели. Это становится катализатором для Дороги Ярости. Фактически, это начальная точка для нее. Если вы увидели титры, а я их сфотографировал, то последняя секунда клипа показывает нам воронообразную голову Нукса. Возможно, это ничего не значит, но намекает на больше фильмов о Безумном Максе. Нукс умирает в Дороге Ярости, так что кроме приквела с ним, скорее всего, не будет. Недавние интервью с Миллером говорят, что следующий фильм – приквел с Максом, показывающий, что он делал год до Дороги Ярости. У Миллера есть идея для сиквела Дороги Ярости. Пустошь. Но все эти фильмы зависят от успеха Фуриосы. А теперь место вам. Что вы думаете о Фуриосе и какое, по-вашему, она занимает место во вселенной Безумного Макса? Хочу прочесть все ваши мысли и теории в комментариях. Спасибо, что смотрели. Не забывайте...